Всем привет! Как дела? Как настроение? Хорошо. Отлично. Хотелось бы немножко как-то вас расширить. Давай. Как неделька прошла вообще? Последние летние? Хорошо. Столя, что вообще время идти. Кто, зачем сегодня пришел сюда? Можете рассказать? Это знание. Я на тебя расслабляю. И поддержать. Ты для чего пришла? Я на тебя расслабляю. Я на тебя расслабляю. Ты для чего пришел? Ты для чего пришел? Я сегодня пришел для того, чтобы рассказать вам свой доклад. Для того, чтобы показать, что у меня получилось сделать за этот курс. Лучше преступлений. Нет? Давай. 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 Можешь попробовать. Сюда. Есть? Немножко себе пропиарить, не без этого, конечно, но самое главное, я пришел сюда еще раз преодолеть свой страх в отличной результате. Давайте поаплодируем, наверное, себе, потому что мы такие молодцы, что мы пришли в последнюю летнюю пятницу поработать над собой. Ты закончил дело, посмотреть на меня, кто-то пришел там поучиться, взять решение, идти сюда или не идти, а не просто где-то там бухаем, мусим, пятница. Давайте еще раз молодцы. Эта штука, кстати, спасает. Кто знает торговый центр «Горизонт», кто там был, кто знает, что это такое? Почему он так популярен, почему-то дофигарили постоянно? Как вы считаете? Есть их редукторы. Что там? Там продают редукторы. Есть такие версии. Почему «Горизонт» популярен, почему там много людей? Почему их цикл дают, там, бешентировали? В центре. В центре, синодиатор. Продукты. Много хороших магазинов, продукты. Техника. Вимкур. Все в другом месте. Как бы, да, популярность всех этих моллов, группных гипермаркетов в том, что ты можешь туда приехать и все в одном месте купить. Начиная там от шкафа купе, заканчивая петрушкой. Но так было не всегда. Поднимите руку, кто моложе 90-го года. Есть петрушки? Да. Вот это для вас. Раньше было. Раньше было так. Раньше было так. Кто до 90-го родился, да? После 90-го. Нет, кто до 90-го? Нет, не до 90-го. После 90-го. Похоже. Да, 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 да. Да, да, да. Есть такие люди? Поднимите руку? Да. Есть. Для вас рассказываю, ребят, раньше было так. Короче, мы решили. Нужны джинсы тебе. Ты так вот садишься в машину. Видишь? Вау. Садовая. Между Газетным и Ворошиловским. Был магазин Культовары. Паркнуешься на Садовой. Идешь. Быстро. Бежишь. Они тебе не подходят. Ты такой, что делать? А следующий магазин. Ворошиловский. Чехова. Меха. 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 Ты едешь туда. Если тебе нужен Мекс, ты едешь в Ворошиловский социалка. Если тебе нужна ЭКО, ты едешь куда-нибудь там Максима Горького в Ворошиловский. Нужен Том Тейлор или Конгол ты едешь на ЦГП. Ну короче. И везде ты баркуешься. Цены. Просто жесть. Понимаете? Если ты девушка, то можно просто застрелиться вообще. Потому что все эти магазины там. Ну в общем. Сейчас все гораздо проще. Ты приезжаешь в одно место. Все там покупаешь. Мало того, что ты там можешь все купить. Помимо этого тебе там еще могут сделать массаж. Шоколадное обертывание. Ты увидишь, что там еще что-нибудь можно сделать. Надо, кстати, поспрашивать. Поузнавать. Вот. Так что вот плюсы вот этих вот всех молов, они в том, что ты можешь купить все в одном месте. Скажите, пожалуйста, кто согласен с утверждением, что мысли материальны? Скажите, воистину. 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 Для чего вы меня это спросили? Да, давайте поиграем в небольшую трансформацию. Давайте, раз мысли материали, представим, что вы все собственники, руководители каких-либо промышленных предприятий. Окей? Да. Ну, либо там лиц, которые принимают решения на предприятии. Вот. Вас как зовут Малычев? Владислав. Владислав. Вот вы хозяин асфальтного завода. Окей? А вас как зовут? Колыбин. 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 Вы директор автонавтной фабрики. Резко, да? Да. Верни-ка, ну, как обычно, директор цементного завода, это ваше намоленное место, пусть так и остается. Для чего эта трансформация? Она для того, чтобы вам легче было дальше принять инфу, потому что она достаточно специфична. Итак, уважаемые коллеги, теперь я могу вас называть. Каждому известна боль, когда у вас на предприятии какая-то поломка или что-то работает не так, как нужно. В самый неподходящий момент. Например, когда вам приехала под загрузку машина или лучше вагоны, а еще лучше корабль. Встал под загрузку, а у вас не работает погрузчик. И вы такие понимаете, сколько стоит час простоя этого судна. И главный энергетик подходит. Михаил Юрьевич, блин, вот такая вот эта тема. Этот серводвигатель мы можем поставить только через неделю. И ты такой стоишь и какая-то время не подкашивается. Хочется просто проблеваться, потому что ты понимаешь, на какую сумму ты попадаешь. Так вот, у кого-нибудь такие ситуации не схватывались на предприятиях? Раз и два. Помните, да, состояние такое? Немножко нервозное. А теперь представьте, что существует такая площадка, на которой ваши закупщики в нескольких кликах могут купить абсолютно любой компонент, который нужен для вашего предприятия. Ваши технические специалисты могут бесплатно проконсультироваться по любой интересующей вас теме с инженерами и экспертами в вашей области. Площадка, на которой вы можете купить, не только купить, но и отремонтировать оборудование, которое вышло из строя. Интересно было бы, если бы такая площадка существовала для предприятия, как вы считаете? Да. Чтобы ваш индивидуальный менеджер досконально знал, какое оборудование стоит у вас на предприятии и какой компонент, когда был запущен в производстве и когда у него заканчивается ресурс или наступает гарантийный срок. И он вам звонит и говорит, Влад, у тебя стоит дверь, у которого заканчивается гарантийный срок через неделю. У меня он есть, может, давай я тебе его привезу? Удобно было бы, если бы такая площадка существовала? Да, да. Отлично. Вы сейчас не поверите в то, что я вам скажу, но такая площадка существует, друзья.